Приветищик, это Планеткрафтер и наш маленький зеленый уголок на этой заброшенной планете, которую мы озеленяем. Напоминаю, что эту планету уже пытались озеленить, но как-то все не получалось. Мы тюремщик, которого отправили на исправительные работы именно на эту планету. И если мы озеленим эту планету, то будем жить здесь счастливо и долго. А если нет, то сдохнем. Как бы все просто. Значит, сегодняшняя наша цель, это наконец-то взрастить здесь деревья. По поводу терраформации. Я тебе хочу сказать, что у нас тут уже как бы насекомые. Представляешь, с деревьями 100% у нас все завершено, деревья могут расти. Сами они, конечно же, не прорастают, потому что еще я не посадил семена. А насекомые, ну, будем вглядываться. В комментариях писали, что насекомых еще не сделал разработчик. Ну, может быть, у меня уже обновленная версия игры. Кто знает, может мы увидим муравьишек. Или гигантских каких-нибудь жуков, которые будут охотиться на меня. О, это будет дико. Ладно, с чего начнем. Начнем мы, наверное, с того, что у нас появились некоторые новые чертежи. Это производитель продуктов питания Т2. Экстрактор руды Т2. Это очень полезно, потому что у меня на планете закончился алюминий. Он где-то еще валяется, но его сложно найти. Будем добывать алюминий экстрактором. Ну и другие ресурсы. Потом у нас появились разбрасыватели семян деревьев. Наконец-то мы их посадим. И что-то еще было, что-то еще... А, вот, экран информации об орбите. Ты представляешь, я теперь смогу следить за своими спутниками. Что они там делают, которых я там туда позапускал в небо. Вот, наверное, мы с этого и начнем. Построим здесь компьютер свой. Крем не нужен. Я, короче, поглядел, что другие обзорщики наснимали по этой игре. Смотрю, там у всех, знаешь, компы дома стоят, рабочие столы. А у меня этого ничего нет. Я такой, блин, вот это я бомжар. Да нет, не бомжар, просто я так вижу. Мне нравится, когда у меня компы стоят вот тут вот на открытом воздухе. Освежаются, гуляют, так сказать. А не дома стоят. Дома стоят, это скучно. Дома у меня вот компьютер стоит. А мы же в будущем. Компы должны стоять на улице на каждом шагу. Короче, все, что-то я заболтался. Ставим, значит, вот. Вот так вот. И смотрим, и смотрим за своим... О, вот они, спутники, они полетели, полетели. Какая красивая наша планета. Ты посмотри только на нее. Сколько там воды, сколько зелени. Атмосфера уже есть, да? Там моноблока летает. Это круто. Это круто. Тут мы можем наблюдать. Ракеты терраформации отправлены. В каком количестве? И сколько они процентов дают нам? Биомассы совсем мало. Надо бы биомассы еще отправить. Информация, ракеты отправлены по GPS-спутникам. Они все у нас есть. И вот они все, короче, у нас летает все хорошо. Только спутников здесь почему-то летает больше, чем я отправил. Я их всего 4 штуки отправил. А такое ощущение, как будто Илон Маск там побывал, знаешь. У нас на этой планете запустил свои старлинковские спутники с интернетом. Значит, сейчас мы переходим к тому, что нам нужно посадить наконец-таки семена деревьев. Для этого нам понадобится саморода, кора дерева, удобрения и образцы бактерий. Пойдем посмотрим, что мы можем с этим сделать. Та-дам-тан-тан. Бактерии есть у меня? Так, есть. На бактерии мне должно хватить. Здесь у меня нет запасных. Значит, вода. Сейчас водички быстренько возьмем. Напоминаю, что в прошлой серии я сделал тебе фильтр. Вот такой вот фильтр, который позволяет мне пить воду прямо из лужи. Мне даже вот эти вот сооружения не нужны. Кувшинки, которые мне в воду собирают. Так, делаем, значит, бактерии. Самородок у меня есть удобрения? Я вот по удобрениям не помню. Удобрения у нас делаются из грибов, по-моему. Или из баклажанов? Сейчас посмотрим. Баклажаны, серы. А, и водоросли опять нужны. А здесь у меня нет водорослей? Нет, водоросли я не притащил. Усо! Удобрения у меня в кармашке. Там болтается. Значит, половинку выкидываем, половинку берем, серу. Кстати, терраформацию у меня сейчас знаешь сколько? Смотри, 15,65 GTI. Как, блин, видеокарта от NVIDIA. Ладно, об этом позже. Берем, значит, а, баклажан. Ё-моё, баклажан-то чё? Где ты? А, я по дорожке один баклажан сожрал. Ну, бывает, ничего страшного. Значит, удобрения есть. Получается, вроде бы, всё, 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 всё. Да, и самородок у нас тоже имеется. Всё, бежим скорее на озеро. В общем, у меня возникла небольшая идея. Я вначале хотел поставить разбрасыватель семян деревьев там, где у меня водоросли растут. Но потом подумал, блин, это не круто. Давай-ка мы сделаем лучше в песках, в пустыне разбрасыватель семян, и у нас получится маленький оазис. Это же будет круто. Почему бы нет? Вот, например, вот здесь вот. Сейчас мы его воткнём, и здесь у нас будут деревья. Это же красота будет. Значит, разбрасыватель семян. Вот так вот он. Чё? Как это? Вот здесь вот он ставится, а там не ставится. Почему ты там не ставишься? Ладно, короче, вот здесь вот его ставим. Но на сушу он точно не ставится. Нужна вода, по-любому. Значит, вот здесь вот его ставим. Чпинг. И вроде бы как он утапливается. Куда ты поехал? А, он качает воду так. Это насос. Понятно. А деревья-то где? Деревья растут. А, семена же надо посадить. Чё это, плюто? Семена, я же не засадил. У меня, короче, есть два дерева. Одного такое итера, а другой, который мы с тобой вывели в ДНК-манипуляторе. Это аэмора. Значит, я, наверное, посажу здесь семена дерева итера. Посмотрим, как они будут расти. Аэмора я посажу дома. Ну чё, ну чё, ну где деревья-то? Деревья-то... Во, гляди, гляди, растут. Прикольно, мои первые деревья. Ну какие они прикольные будут. Слушай, на тополь похожи. На тополь. Блин, прикольно. А, ещё есть где-нибудь? Ещё где-нибудь прорастает? Может, под водой? Может, под водой? Есть деревья где-нибудь под водой? Не, под водой не вижу. Блин, ну здорово. Моё первое дерево. Да тут их несколько прям растёт. Оно не одно. Забавно. Это очень круто. Так, а мы сейчас отправляемся с тобой, значит, в локацию с алюминием. Как я тебе ранее уже сказал в самом начале. У меня проблемы с алюминием. И нам нужно его добывать. Я сейчас в той зоне поставлю огроменный бур, который будет добывать нам алюминий из-под земли. Блин, капец, какие потёмки. У меня бы тут мощный фонарик. А то со своим фонарем даже ни черта не видно. Значит, вот она локация с алюминием. Я поставлю наш бур прямо здесь посередине. Вот такой вот экстрактор руды Т2. Очень мощный. Втыкаем его. Смотри, какие буры. Ух. Целых два. Они прямо в недра земли впиваются. И добывают нам алюминий, пожалуйста, то, что мне и нужно. Шикарно. Когда у меня будет индекс реформации 25GTI, я смогу сделать телепортацию и буду телепортироваться сюда, забирать алюминий. Ну как там наши деревца? Ну как оно там у нас растёт? Ну-ка покажите нам. Деревце ты где? Вот оно моё растёт. А чё? Оно ещё растёт? Я чё-то не вижу. Да, оно растёт. Чудесно. Давай из лужи воду попьём. Вот так. Восстановим водный баланс. Ладненько. Оставляем у тебя здесь деревце одно. Блин, жалко, что оно тут реально одно. Я просто не вижу нигде, чтобы чё-то ещё росло. Прям как-то печаль. Ну а дома? Дома мы уже поставим с тобой нормальный разбрасыватель семян Т2, который можно поставить на суши. Значит я поставлю вот здесь вот. Вот где-нибудь вот тут вот. Вот так вот. И сюда мы воткнём те самые семена аэмора. Ну да вот. Ну, где же вы прорастёте у меня? Смотрим. Ищем и ищем растущие деревца. Ищем, где же вы? Они растут? Семя посажено. Должно прорастать что-то где-то. Пока не вижу. Пока не вижу. Ладно, пойдём займёмся пока своими делами. Может быть, чуть позже они... Вот, 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 вот. Я вижу, смотри, что это за грибочки такие растут. Боже мой. О, красавчики мои. Первые деревья, наконец-то. Я буду прятаться под ними от палящего солнца. Пойдём займёмся с тобой продовольственными делами. Значит нам нужно построить вот такой вот производитель продуктов питания Т2. Для этого нам понадобится удобрение и суперсплав. Суперсплав у нас один, одинёшенько тут ещё имеется. Пойдём делать удобрение. Ну вот, собственно, и всё. Удобрение я сделал. И сейчас поставим Т2 где-нибудь вот здесь вот. Давай по серенке. Опаньки. Ну, выглядит он, по-моему, так же. Тут единственное две трубки добавилось. А здесь по одной трубке. Наверное, в нём будет расти быстрее. Давай почитаем, что там написано вообще. Быстрее выращивает еду. А, ну всё, тогда ясно. Какое семечко мы сюда посадим? У меня тут есть семечки? О, дождь пошёл. Дождь пошёл, шикарно. Это как раз для родства моих деревьев. Значит, что я посажу? Посажу, посажу. Ну, льёт, конечно, знатно, как из ведра. Прям капец. Значит, садить я буду в этот производитель продуктов семечко фасоли. Вот, пускай оно растёт. А я пока пойду, посмотри, что там у нас с деревьями. Деревья, как вы там? Как вы там? О, ну вот это уже нормалёк. Это, я тебе хочу сказать, напоминает мне пальмы с кокосами. Только вместо кокосов тут что-то другое растёт. Пойдём-ка сходим в нашу с тобой лабораторию и посмотрим, все ли мы чертежи открыли. Так. Да, все чертежи здесь открыты. Это отлично. И пойдём посмотрим основной компьютер по чертежам. Сколько осталось мне всего там сделать? Значит, по кислороду всё открыто. По теплу всё открыто. По давлению всё открыто. А вот по терраформированию не всё открыто. Осталось 4 чертежа. Это телепорт. Разбрасыватель семян Т3. Пульсирующий кварц мы сможем делать. И вот она, термоядерная энергетическая батарейка. Полетел я, короче, за алюминием, который добыл наш бур. И заодно решил проведать наше деревце. Оно тут... О, я его уже отсюда вижу. Правда, оно какое-то лысое. Знаешь, как будто листва на нём опало. Или оно погибло? Хотя вот ближе подлетаешь. Вроде бы всё огонь. Ой, да тут несколько деревьев даже. Какое оно прикольно. Оно ещё растёт? Или это всё? Оно ещё растёт. Тут маленькие рядышком. Блин, классное дерево. И так на островке расположилось. Офигенно будет смотреться. К сожалению, больше здесь ничего не растёт в округе. Что очень печально как-то. Видимо, вот этот разбрасыватель семян рассчитан только на одно дерево. Хотя как-то странно. Видимо, такое неудачное место я выбрал. Поэтому растёт одно. Знаешь, какая мысль ко мне в голову пришла? Гениальная мысль. Пока я летел к буру за алюминием. Я подумал. Блин, а что если... Вот тут у нас суперсплав есть, да? Я же вот тут алюминий добываю. Я думаю, а что если я бур притащу вот сюда. В месторождение суперсплава. Ну, это наверное месторождение суперсплава. Он там как бы есть. Он там числится. И если я там буду буром копать, то может я буду сразу суперсплав добывать? Как думаешь? Такое возможно? Надо попробовать, короче, эту идею. Ну что, брат мой, бур, расскажешь? Сколько алюминия добыл? Ну, в принципе, нормально. Учитывая, что алюминия сейчас сложно найти. Очень даже неплохо. Что ж, возвращаясь на базу. Делаю новый бур. И отправляемся добывать суперсплав. Немножечко подраскатал кубу. Просто на экстрактор роды Т2 нужен суперстержень. Я про это забыл. Придется немножечко суперсплава поделать. Чтобы добыть суперсплав, нужно вначале этот суперсплав понаделать огромной кучей. Потому что бур Т2 у нас требует суперстержень. Суперстержень, значит еще три суперсплава и все будет гуд. Суперстержень у нас в кармане, это не проблема. Я, правда, потратил все свои залежи алюминия, которые только что принес домой. Это немножечко грустно. Осмий нам еще понадобится. А куда я осмий делал? Я осмий собираю. Вот оно, осмий, три штуки, по-моему. И иридиевые стержни. Блин, с ними попа. Попа Америка Европа. А нет, есть два. Так, это хорошо. Еще один, пожалуйста, где-нибудь найдись. Сколько у меня иридия? Иридия маловато. Надо побольше, чтобы этот стержень сделать. Эх, блин. Теперь у меня все есть, чтобы сделать этот бур. Наконец-то. Пойдем деревья посмотрим. Ух ты, блин, как они выросли. Это мощно, пока я тут туда-сюда населся. Это офигенно. Вот здесь вот шезлонги. Здесь вот искусственный пруд сделать и все. Я на море. Хотя, зачем искусственный пруд сделать? Я просто деревья посажу вон там, где озеро есть огромное. Где море, озеро. И буду там плавать. Ну что, пещерка? Позволишь мне добыть у тебя суперсплавы? Они мне очень нужны. Я прямо сейчас подойду, наверное, подойду к дверям. Вот здесь вот место отличное. Хотя вглубь-то не очень-то хочется. Нет, вглубь я не буду. Каждый раз в глубину залетать. Вот здесь вот поставим его. И все. И посмотрим. Суперсплавы будешь мне добывать? Пожалуйста. Пожалуйста. Да, прикинь, он будет добывать суперсплавы. Ух, вот это облегчение. Ну все. Жизнь удалась. Просто ты, когда уже под конец игры все ресурсы добыл и не знаешь, где их добывать, самому крафтить, это просто какой-то геморрой. А вот буры будут их добывать. Это вот я понимаю. Пойдем посмотрим дерево. Что там с ним? Слушай, ну это дерево что-то какое-то оно низенькое. По сравнению с теми. Или я просто лечу. Хотя я просто летел на ранце. Все, ты выросла. Это окончательный твой рост? Ну походу да. Ну слушай, классно. Такое ощущение. Если плотничком все засадить, вот такими деревьями, то будет ощущение, как будто ты в лесу. Во-во-во-во-во. Пока я тут эридий собирал, там метеоритный дождь начался. И причем такой ядреный. Копец, что происходит? Снова. Снова апокалипсис. Снова вот этот непонятный дождь. Кто-то говорил, что это... Что это... Короче, пойдем посмотрим, что это падает. Такой вот он сюда упал. Но здесь ничего нету. Здесь абсолютно ничего нету. Копец. Снова. Да что же происходит-то такое, а? Ну ладно, хоть не рядом с домом. Главное мое растение, главное деревья. Не загубите. В деревья не падайте. Пожалуйста. Я их так долго растил. Это мое детище. Блин, на небо, когда смотришь вот так вверх, там так светло. Это ж адско. Хоть одевай этот... Шлем сварщика. Все, все, закончилось. С неба это перестало таким... Пурпурным сиянием светиться. А метеориты до сих пор падают. Смотри, прямо на меня падает. Оуу. Вот это да. Вот я и сдох. Блин, а жрачки-то нету. Поесть нечего. Прямо в меня упал. Кто-то, кстати, в комментариях предполагал, что это суперсплавы падают. Но... А это реально суперсплавы падают. Прикинь. Ничего себе. Вот это поворот. Это подгончик сверху. Короче, ты видишь, он скатывается в воду. Негодяй. Прошлый, видимо, метеоритный дождь... О! Прошлый, видимо, такой метеоритный дождь... Он попадал и быстренько все скатилось нафиг в это. В озеро. И поэтому я не обратил внимания, что там есть суперсплав. Ух, красавцы, какие у меня тут выросли. Обалдеть. Это... Единственное, я вот не могу понять. У нас уже вроде как насекомые должны пойти. Сколько там процентов? 1,42. Но с ними сложно будет, да, по всей видимости. Но деревья есть, кислород производится. А я до сих пор в скафандре. И кислород у меня кончается. Какая-то странная ерунда. Сейчас заглянем в пещеру с суперсплавом. Где мой бур? Сколько ты добыл суперсплава? Всего один. Всего один. Ну вот и второй еще добывается. Ну это как-то... Нужно больше буров в месье здесь поставить в этой пещере. Чтобы добывать огромную кучу суперсплава. Давай-ка мы, короче, замутим с тобой еще одну деревцу. Хотя у меня есть. Хотя у меня есть. Да, у меня есть еще одну деревцу. Так... Сейчас. Где-то я его находил на корабле. Вот оно и есть, да. Так что нам не нужно семена производить. Хотя я бы произвел, наверное. И давай попробуем сделать еще один. Разбрасыватель семян Т2. Это нам нужно удобрение Т2. Образец, кора. Все. Как бы у нас, в принципе, все это имеется. Да, видишь, у меня биокуполов Т2. Теперь две штуки. Потому что они дают кислород. Кислород нам очень нужен был. Кору берем. Для удобрения Т2 нужен кабачок. А я как бы не садил кабачок. Так, ладно. Сейчас посадим кабачок, значит. Кабачки. Где у меня кабачки? Есть кабачки? Отлично. И нужно еще сгонять за газом. За газом бутылки все забираем. Кабачок, значит, садим сюда, чтобы он побыстрее вырос. Давай расти. Решил, короче, посадить еще кабачков. Сейчас поменяю местами. Вот это вот. А почему здесь залочено? А, наверное, надо забрать, да? Ага, точно. Вот. И сядем сюда кабачки. Пускай растут. Короче, как мы видим, на экране терраформации у нас все сложно. Сейчас самый сложный этап игры начался. Потому что все циферки, они замерли. Они еле ползут. Прям капец как. Так, для того, чтобы все это сдвинуть, нам нужно запускать огромное количество ракет. А для ракет, как мы знаем, нужно огромное количество ресурсов и материалов. А они у нас на планете закончились. Короче, какая-то жопа кругом. Благо, буры что-то добывают. Но для буров их нужно большое количество. Вот, что я хотел сказать. Буров нужно огромное количество просто везде понаставить. И тогда с материалами не будет сложностей. Но чтобы эти буры произвести, опять-таки же мы упираемся в ресурсы. Короче, сейчас настало время ожидания. Просто сидеть на жопе ровно на пеньке. Благо пеньки у нас теперь могут появиться, потому что выросли деревья. И ждать. Сидеть и ждать у моря погоды. Это что все-таки? Вот это можно есть, интересно, нет? Ну что? Ну что ты тут у нас добыл? Наконец-то огромная куча. Ну, не такая уж и большая куча. Но уже приемлемое количество суперсплава. У нас там уже, кстати, кабачки должны вырасти. Да. Правда, кабачки это в множественном числе. Кабачок. Значит, удобрение. Т2 у нас есть. Что нам еще там нужно для этой штуки? Образцы ДНК. Точнее, бактерий. Я же их делал. Разве нет? Я же их делал. Ладно, сделаем по-новому. Не проблема. Готово. Давай, наверное, вот здесь вот посадим. Вот тут отлично. Перегородим вот этот проход деревьями. Такие лесные ворота у нас получатся. Что здесь вырастет? Какое растение? Ждем. Пойду пока за алюминием сбегаю. Алюминия здесь должно быть, в принципе... О, прилично. Так все, сразу забираем. Тогда даже... Давай, наверное, съедим вот это вот. Это заберем. Что оставить-то, е-мое? Железо давай оставим. Выкинем его здесь. Алюминий заберем. Вот и все. Ну как, у нас тут уже первые растоточки есть? Есть. О, вот это тоже интересная идея. Вот такие мне нравятся. Очень классно будет смотреться сейчас, когда они вырастут. Ну все, делаем ракеты. Генерация тепла. Ну, знаешь, генерируем тепло. О, еще метеорит сейчас принесут нам. Что там принесут они? Уран или иридии? Иридии, по-моему, принесут. Давай, покеда, ракета. По деревьям. Смотри, какая там красота получилась. Прямо в осьпи. Как и хотел. Ну, огонь же. Великолепно. А эти деревья, они, по-моему, все. Они выросли? Нет, они еще растут. Они еще выше будут. Но тут уже гулять приятно. Такие сады классные получились. Получился еще такой переход. Вот здесь вот трава зеленая, мох. Все-все-все. Вот мы бежим. Такие леса густые. И вот пустыня начинается. И тут сразу у нас пальмы растут в пустыне. Прям очень класс получилось. Я, короче, думаю, что вот это вот одинокое дерево нужно отсюда забрать. Вот эту штуку разобрать. Сделать Т2. И посадить вот это дерево рядом с домом. Ну, наверное, посадим вот здесь вот это дерево. Пускай оно у нас здесь и растет, цветет. Посмотрим, что за миксовый лес у нас получится из этих трех видов деревьев. Ну вот. Я все-таки умудрился собрать ресурсы для бура Т2. Ну вот. Теперь у меня тут два бура добывают суперсплавы. И это очень хорошо. Думаю, что со суперсплавами у меня проблем теперь не будет. Ну, в общем, вот. Вот такой вот лес у нас миксовый получился. Наша капсула теперь в лесу стоит. И смотрится это, конечно, прикольно. Тень падает, как я хотел. Ух. Единственное, короче, деревья эти растут как-то разрозненно, да, не плотничком. Вот центральное дерево мощное, а вокруг него мелкие. И они вот так вот разбросаны здесь. И кажется, что как-то не сильно густо. Ну, в общем, дерево это растет у нас. И пускай растет. И это хорошо. Сверху все это выглядит вот так вот. Довольно красиво. Но вот эта часть, конечно, мне больше всего нравится. Прям реальные джунгли. Единственный теперь недостаток, это то, что спокойно ты тут не пробежишь. Можешь воткнуться в какое-то дерево. Или в какой-нибудь там кустик. Ну, это такие мелочи, знаешь, приятные, я бы даже сказал. Давно я не втыкался в дерево в этой игре. Значит, ну а мы запускаем с тобой ракету с биомассой. Первая ракета с биомассой. Нет, это не первая. Это уже третья ракета. Она отправляется. Вот такая ракета с водорослями. Давай-давай-давай, лети. Освобождаем место. И ставим потом вот эту ракету. Эта не успела улететь, уже другая построилась. И следующую тоже запустить. Запустить, следом за этой. Давай. Let's go. Кучей, кучей, кучей. Еее. Сейчас и метеорит, и зеленые светлячки будут летать тут. Ну, а пока там у нас апокалипсис происходит, да, мы с тобой займемся ДНК. Исследованиями. Исследовать. Совпадение не найдено. В смысле не найдено? А, я не то затолкал. Простите. Сарямба. Вот. Возможно, даже вот так вот надо сделать. Ну-ка. Да. Все, начать сканирование. Прикинь. Вышел сюда, а здесь вода. Здесь вода, и нет больше этого песка, тумана. Обалдеть. И этот раскаленный, огроменный метеорит. Как тут хорошо-то стало, а? Интересно, а бункеры-то затопило, нет? Пойдем глянем. Хотя они, в принципе, герметичные довольно. Вот он, бункер. Спускаемся. Ну, да, здесь, в принципе, сухо. Хотя, я здесь как будто плаваю. Слушай. Я здесь реально плаваю. Это бутылка с водой, а у меня кислород кончается. Все. Давай быстрее, 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 быстрее. Отсюда выбираемся. Ну, что я тебе хочу сказать в эту плохую погоду? Ну, она, кстати, смотрится атмосферно. Деревья мы вырастили. И, пожалуй, на этом пока что все. Будем закругляться. Осталось всего чуть-чуть чертежей. Я до них не могу уж добраться. Слишком тяжеловато. Телепорт следующая наша цель. 25GT. У меня сейчас почти 22GT. Но, ох, долго копится это все дело. Поэтому это телепорт и остальные чертежи мы оставим до следующего обновления, если они выйдут. Ну, а сейчас, на данный момент, мы достигли максимума в этой игре. Которого мы могли достичь. В принципе, батарея, которая здесь есть, она нам нужна только для того, чтобы открыть те корабли, в которых мы видели термоядерные синтезы. И все. Как бы больше здесь вроде бы как и нечего и делать. Поэтому на сим считаю, что на данном этапе игра пройдена. Ждем обновлений, ждем разработчика. В общем, все. Будем играть в следующую игру. Так что, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк под видео. Подписаться, если ты еще не подписан. На Яндекс.Зайн тоже подписывайся. Там ролики дублируются. Увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи.